Весь регион 29 декабря потрясла страшная новость. В микрорайоне Березовый в Иркутском районе сгорел частный двухэтажный дом. Пожарные быстро справились с пламенем, а потом наткнулись на шокирующую находку. Огонь унес жизни трех маленьких мальчиков. Олег Федоров побывал на месте происшествия. Там может тоже кровать. Давай все, поступаем. Раскопки – последняя часть работы спасателей. В этом доме в Иркутском районе, к сожалению, помощь уже никому не потребуется. Сегодня в половине восьмого утра здесь произошел пожар. Предположительно загорелся сетевой фильтр, в который были подключены гирлянда и электрообогреватель. Пламя охватило дом моментально. Трагедия унесла жизни сразу трех мальчиков, родных братьев, 4, 7 и 12 лет. Старший сегодня должен был пойти на новогоднюю линейку. Узнав о пожаре, некоторые ребята из школы пришли к дому одноклассника. Тут сильный пожар случился. Мы стали волноваться. Я думала, что он не сгорел. Оказывается, что его сестра только успела спастись. 15-летняя девочка выскочила из дома в чем была. Сейчас она находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Мать детей во время пожара была на работе на АЗС, которая находится в 6 километрах от дома. О происшествии ей сообщили соседи. Сейчас с ней и другими родственниками погибших работают психологи МЧС. По факту трагедии региональная прокуратура начала свою проверку, а следственный комитет возбудил уголовное дело. Уже изъяты записи с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в одной из комнат дома. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. На место происшествия незамедлительно выехал первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Дмитрий Пазовский, а также следственная оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности двум и более лиц. Трагедия произошла как раз в день, когда на территории региона ввели особый противопожарный режим. Иркутская область уже несколько лет подряд находится в лидерах по числу погибших несовершеннолетних во время возгораний. В прошлом году огонь забрал жизни 16 детей, в этом 13. Поэтому пожарные не перестают напоминать, как важно взрослым тщательно проверять электроприборы и не перегружать сети, особенно зимой. Олег Федоров, Павел Рютин, Новости по будням.